Добрый день, ребята! Сегодня мы начнем с вами решение задач с использованием классической вопределения теории вероятности. Причем задачи, которые мы будем решать по этой теме, это задачи ИС-ОГ. Итак, нам достаточно будет дать с вами только определение понятия вероятности события. На доске я написал, что вероятность события А это дробь отношения М на М, где М это число всех исходов, а Н это число благоприятных исходов. При самые простые задачи, задачи для 9-11 класса базы, больше ничего не требуют, кроме вот этой простой формулы. Итак, попробуем перейти с вами к решению задач. Задача номер первая. На экзамене 25 билетов. 25 билетов. Некоторый ученик не выучил три из них. Напишу вот так, коротко. Не. Не выучил три из них. Найти вероятность, что ему попадется выученный билет. На чем будет построено наше решение? По нашей формуле вероятность события, что мне попадется выученный билет, будет составлять. Посмотрите на доску, которая находится вот за мной. Там написано N делить на M. То есть мы в нашем случае должны написать, чему равняется M и чему равняется M. M это число всех исходов. Раз билетов было 25, значит и исходов будет 25. Число не выучил он три билета. Раз мы хотим узнать вероятность того, что ему попадется выученный билет, то мы должны от 25 отнять три невыученных билета. И мы получим число 22. Таким образом, теперь осталось найти отношения. Наше отношение будет равняться 22, 25. Хочу сказать вам, что ответ вероятности всегда должен быть записан в десятичной дроби. Поэтому эту дробь 22, 25 мы должны умножить на 4. Мы получим 88 сотых. Или записываем ответ 0,88. Итак, вероятность того, что он вытащит выученный билет или, скажем, сдаст экзамен равна вот столько. Эту же задачу можно задать, сформулировать вопрос задачи по-другому. А какова вероятность, что он вытащит невыученный билет? Хочу сказать, что в теории вероятности есть два понятия. Прямое понятие и обратное понятие. Вот если у меня событие А – это выпадание билета, который я выучил, то событие противоположное ему будет являться вытаскивание билета, которое я не выучил. Вместе событие А и противоположное ему событие всегда будут давать единиц. Итак, если мы в этой же задаче поменяем условия и будем спрашивать себя, а какова же вероятность того, что мне достанется невыученный билет, так нас в жизни всегда больше всего именно этот вопрос интересует, то мы должны сделать следующее. От единицы отнять 0,88, и мы получим 0,12. Хочу обратить ваше внимание на форму записи. Обычно такие задачи – это задачи, которые проверяет машина, не требуют каких-то пояснений. Вы должны где-то, в черновике, как угодно, в удобном вам формате получить ответ. Но самое главное – приучить себя к тому, этот ответ записывать. У вас есть еще достаточно времени для того, чтобы подготовиться к успешной сдаче экзамена. Перейдем ко второй задаче. Возможно, эти задачи вам покажутся одноплановыми, с разной просто аранжировкой, но и вообще трудно придумать задачу, в которой нужно найти отношение двух величин – N, M. Вы должны понимать, что просто будут задачи переформулированы, какие-то герои и задачи будут меняться, какие-то объекты будут меняться, но суть остается одной и той же. Итак, Коля выбирает некоторое трехзначное число. Трехзначное число. Найдите вероятность того, что это число будет делиться на 5. Ну, здесь для того, чтобы решить эту задачу, нужно, во-первых, узнать M. Значит, наш подход будет одинаковым во всех этих задачах. M – число всех исходов. Ну, к сожалению, довольно часто на вопрос, сколько всего существует трехзначных чисел, ученик попадает в просадку. Тогда мой совет такой. Мы начинаем с однозначных. Однозначных чисел 9. Двухзначных чисел, наибольшее двухзначное число – 99. От 1 до 99 – 99 чисел. Если я отниму однозначные, получу, что двухзначных чисел будет 90. Действуя по аналогии, мы получаем, что трехзначных чисел будет 900. Это я для тех, кто успел быстрее меня проговорить и сказать наверняка, что их там 999 или там 901. Ну, разные бывают ответы. Число N – число, то, которое нам благоприятно. То есть число должно делиться на 5. Так как всего чисел 900, каждое пятое число будет делиться на 5, поэтому мы должны 900 разделить на 5 и получить 180. Теперь переходим к нашей основной формуле, которая позволяет нам вычислить вероятность того, что на удачу выбранное трехзначное число будет делиться на 5. Для этого мы 180 делим на 900, сокращаем на 180, мы получаем дробь 1,5. И напоминаю, что у нас окончательный ответ должен быть записан в десятичной дроби. Умножаю на два числителя и знаменатель, получаем 0,2. И не забываем, приучаем себя записывать ответ 0,2. Следующая задача такая. Задача – чемпионат по футболу. Значит, в чемпионате по футболу участвует 16 команд. 16 команд. Есть группы А, Б, С и Д. В каждой группе должно участвовать четыре команды. Вопрос. Какова вероятность того, что команда России не попадет в группу А? Вероятность попадания команды будет 1,4. Потому что в каждой группе должно быть всего четыре группы. В каждой группе четыре команды. Значит, одна четвертая. Одна четвертая составляет 0,25. Так как мы поставили себе вопрос, какова вероятность, что команда России не попадает в эту группу. Вдруг эта группа была самая трудная. И вот мы не хотим туда попасть. То что мы должны сделать? Мы должны от единицы отнять вероятность 0,25. 0,25 это вероятность попадания команды в группу А. А так как нас интересует, чтобы мы туда не попали, то мы должны от единицы отнять 0,25. Таким образом получаем 0,75. Ну и записываем ответ. 0,75. Следующая задача. Опять же, возьмем спортивные соревнования. В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России. Я буду так, чтобы было покороче. 6. Норвегии. 3. Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Это вы знаете. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России. Это задача номер 4. И первое, с чего мы должны начать, это мы должны начать число, найти сколько же всего у нас исходов. Сколько спортсменов участвует в нашей гонке. Но нетрудно убедиться, что если мы складываем эти числа, то мы получим, что всего было 20 спортсменов. Нас интересует, чтобы первым выступал спортсмен из России. Тогда количество спортсменов из России 11. Кто-то из них делим на 20. Не забываем привести в десятичную дробь. Умножим на 5, получим 55 сотых. Или 0,55. И получаем такой ответ. Хочу сделать к этой задаче такое замечание. Самое интересное, что в спорте часто бывает выгодно выступать или первым, или последним, или где-то в середине. Так вот, на вопрос, а какова вероятность, что последним спортсменом будет спортсмен из России, самое интересное, что он будет точно такая же. Потому что их 11. Я беру 11-20 и узнаю, что и первым вероятность будет такая, и последним будет такая же вероятность. Ну, значит, записываем ответ. И хочу сказать вам, что для того, чтобы закрепить решение этих задач, вы можете обратиться к сайту Решу ОГ и Решу ЕГЭ. Только ЕГЭ – это базовый уровень. Вы там найдете большую подборку этих задач. Вы можете справиться сами, можете обратиться к решениям, которые… или указаниям, которые… можете просто сверять ответы. То есть там просто банк задач наиболее полный. Ну, а на этом наш первый урок мы заканчиваем. И я вам желаю успехов в усвоении этой темы. Добрый день, уважаемые 11-классники. Мы сегодня с вами рассмотрим очередную класс уравнений и неравенства. В частности, это уравнение неравенства с модулями. Но прежде чем это делать, хотелось бы, конечно, чтобы вы вспомнили, что такое вообще модуль числа. Модулем числа А называется само это число, если оно не отрицательно. И число ему противоположное, если А отрицательно. То есть что означает эта запись? Модуль числа 3 равен 3 силу определения. Модуль числа минус 3 – это число, противоположное к минус 3. Это тоже тройка. На самом деле, простейшие уравнения неравенства с модулем вы уже рассматривали в 6-м и 8-м классе. Значит, простейшие. Допустим, уравнения вот такого вида. Как вы рассуждали? Если модуль равен 3, то это означает, что подмодульное выражение равно либо 3, или же минус 3. Получали два простейших уравнения. Находили корни. И выписывали ответ. Аналогично поступали с неравенствами. Допустим, рассмотрим такое неравенство. Как вы рассуждали? Вам нужно найти все эти числа, которые находятся на расстоянии меньше, чем 4 от начала координат. Это означает, что подобное неравенство может быть введено к двойному. Вот такого вида. Что является решением? Ну, в этом случае все понятно. Что делать в том случае, если структура уравнения намного сложнее? Ну, на самом деле, что вы мне тут можете сказать? Вы скажете, какие могут быть проблемы. Можно расписать каждый модуль по определению, рассмотреть все возможные комбинации, получить их 8 в случае, в результате. И путем решения соответствующих систем найти корни того уравнения. Но это очень неудобно и трудоемко. А ваша задача – получить ответ минимальными затратами и быстрее, поскольку у вас речь идет о тайм-лимите на экзамене. Что я буду делать? Для каждого из подмодульных выражений есть точка, которая является критической. Что значит критическая? При переходе через которую знак будет меняться. Отсюда у нас единичка, отсюда двойка, отсюда тройка. Тогда как я могу рассуждать? Я говорю так. Если я эти точки сейчас нанесу на область допустимых значений уравнения, а в данном случае это множество действительных чисел, то, решив это уравнение на каждом из полученных промежутков, я решу поставленную задачу. Так и поступим. Рассматриваем первый случай, когда х принадлежит интервалу от минус бесконечности до 1. Ваша задача – уйти от уравнения с модулем, к уравнению линейному или садимому к нему. Как это сделать? Берем произвольное число из этого промежутка, удобное для подстановки. Ну вот здесь легко взять 0. И подставляем в каждое подмодульное выражение. 0 минус 1, минус 1 число отрицательное, 0 минус 2, минус 2 отрицательное, 0 минус 3, минус 3 отрицательное. Тогда если вы вспомните определение модуля, модуль числа отрицательного есть число, ему противоположное. Значит, уравнение будет переписано в следующей ниге. Ну все, получили простую задачу за седьмой класс. Раскрываем скобки. Так, тут будет у нас с вами минус 3х. Что там у нас плюс 6? Равно двойке. Значит, минус 3х это минус 4, откуда х это 1,1. Но мы с вами рассматриваем это уравнение вот на таком промежутке. Число 1,1 этому промежутку не принадлежит. Значит, оно не является решением нашего исходного уравнения. Теперь давайте рассмотрим второй промежуток. Возьмем любое число, которое принадлежит этому промежутку. Допустим, 1,5. И начинаем проделывать операцию аналогичную шагом 1. 1,5 минус 1, 0,5. Число положительное. 1,5 минус 2 минус 0,5 отрицательное. Ну и там, соответственно, у нас будет минус 1,5 тоже отрицательное. Раскрываем модуль. Получаем вот такое уравнение. Дальше раскрываем скобки. Так, два компонента у вас взаимоуничтожились. Здесь остается минус х равно 2 минус 3 минус 2 плюс 1. Двойки ваши ушли. Значит, минус х это минус 2. Соответственно, х у вас получается. Двойка. Смотрим опять же, принадлежит ли число 2 этому промежутку. Не принадлежит. Значит, опять не является решением. Неудача. Рассмотрим третий промежуток. Вот те, кто из вас уже люди опытные, сейчас поймут, что на третьем промежутке от двойки до тройки корень мы получим. Подсказочка вот в этом месте есть. Вот видите, концевая точечка. Проделываем операцию аналогично первым двум шагам. Х минус 1 плюс х минус 2 минус х минус 3 равно 2. Значит, 2х минус 3 минус х плюс 3 это двойка. Значит, х равно 2. Смотрим. Попали. Значит, это корень вашего уравнения. Ну и наконец рассмотрим четвертый случай. Когда х принадлежит промежутку от 3 до плюс бесконечности. Раскрываем. Х минус 1 плюс х минус 2 плюс х минус 3 получается двоечка. Значит, 3х минус 6 это двоечка. 3х это 8 третьих или 2,2 третьих. И смотрим. Число 2,2 третьих не принадлежит вашему промежутку. Значит, не является решением этого уравнения. Подобная методика получила название метода промежутков. И метод промежутков можно применять к решению не только уравнения, но на самом деле и неравенства подхожей структуры. Рассмотрим очередной пример. Следующее неравенство. Х плюс 1 по модулю прибавить. Х плюс 3 по модулю меньше 8. Как мы будем поступать? Аналогично предыдущему случаю. Каждое подмодульное выражение приравняем к нулю. Найденные корни нанесем на область допустимых значений неравенства. Областью допустимых значений является множество действительных чисел. Два числа разобьют эту числовую прямую на 3 промежутка. И я буду сейчас решать это неравенство на каждом из полученных промежутков. Рассмотрим первый случай. Поступаем аналогично предыдущей задаче. Ваша задача убрать модули. Берем произвольное число, подставляем, определяем знак подмодульного выражения. Ну если, допустим, возьмем число минус 4, здесь будет минус 3, здесь будет минус 1, числа отрицательные, модули чисел отрицательных и числа им противоположные. Значит, ваше уравнение перепишется в следующем виде. Раскрываем скобочки. Так, минус 2х меньше чем, тут минус 4 перенесли, 12. Значит, х должно быть больше чем минус 6. Значит, я напоминаю, когда вы обе части неравенства делите на число отрицательное, знак неравенства следует развернуть на основании свойств неравенства. Вы решаете вашу задачу вот на этом промежутке. Мне сейчас нужно найти пересечение полученных множеств. Рисуем. Рисуем полученное решение. Неравенство у вас строгое, значит, точечка у вас выколотая. Выделяем все числа, которые больше, чем минус 6. А теперь я смотрю, на каком промежутке мы это делаем. Промежуток от минус бесконечности до минус 3. Где у вас общая часть, вот она. Значит, решением будет являться интервал от минус 6 до минус 3. То же самое проделаем на двух оставшихся промежутках. Значит, это будет от минус 3 до минус 1. Возьмем число минус 2. Минус 2 плюс 1 минус 1, знак минус. Минус 2 плюс 3 это 1, знак плюс. Раскрываем. Приводим подобные. Компоненты взаимоуничтожились. Минус 1 плюс 3 это 2, меньше 8. И вы получили верное числовое неравенство. Что это означает? Это означает, что любое число из этого промежутка является решением неравенства. И последний штрих. Рассматриваем промежуток от минус 1 до плюс бесконечности. Раскрываем. Х плюс 1 плюс х плюс 3, меньше 8. Теперь рисуем. Двоечка ваша. Выделяем все числа, которые меньше 2. И рисуем вашу область. Минус 1 до плюс бесконечности. Вот ваша общая часть. Что мы получили? Мы получили следующий факт, что на каждом из этих промежутков ваше неравенство имеет решение. Осталось их объединить. Берем первое решение. Объединяем со вторым. И с последним. Вроде все хорошо, но некрасиво. Почему некрасиво? Смотрим сюда и сюда. По этим точечкам следует множество склеить. Все. Вот так решается неравенство тем же методом промежутков. Сейчас вы вправе задать вопрос. Все выражения, которые здесь фигурировали, они линейные. А справедлив ли этот метод для уравнения или для неравенства, который, допустим, содержит тригонометрические функции, или логарифмические функции и так далее. Справедлив. А сейчас давайте рассмотрим следующий пример. Расслужать мы будем с вами аналогичным образом. Каждое подмодульное выражение приравниваем к нулю. С первого случая получаем 3 в степени х, это 9, откуда х, это 2. х минус 6, это 0, откуда х, это 6. Опять же, область допустимых значений. Множеносительных чисел. Наносим полученные точки. Получаем три промежутка. Выбираем число, подставляем, считаем. Я, допустим, возьму число 0. Почему 0? Очень легко возводить в нулевую степень. Поскольку у вас здесь показательное выражение, надо же выгодно брать числа. Так, 3 в нулевое единичка, значит, 9 минус 1,8 число положительное. Модуль опустили. Здесь, соответственно, отрицательное. Начинаем приводить подобное. Если вы сейчас выполните соответствующий перенос из стороны в сторону, у вас вот эти компоненты взаимоуничтожатся, вот эти компоненты взаимоуничтожатся. И получите 2 умножить на 3 в степени х, это 6. Откуда 3 в степени х, это 3, а х единичка. Смотрим. Попали. Значит, нашли корень. Второй промежуток. От 2 до 6. Мы берем тройку. 3 в кубе 27, 9 минус 27 меньше 0. Раскрываем. Теперь здесь 3 минус 6 минус 3. Отрицательное. Так, ну, начинаем опять же приводить подобные слагаемые. Минус 9 плюс 6, это минус 3. Здесь девятка. Получили ложное равенство. Это означает, что на данном интервале корней нет. И последний промежуток. От 6 до плюс бесконечности. Ну, допустим, 8. Подставили, определили знаки. Так, и смотрим, что у нас получается. Переносим, получаем 2х. Туда перенесем, получаем 18. И еще плюс 6, это 24. Откуда х, это 12. Принадлежит нашему интервалу. Все, значит, ваш исход до уравнения будет иметь, сколько, два решения. 1 и 12. Метод промежутков является универсальным методом решения для уравнения неравенств, который содержит знак модуля. Но он не всегда является самым оптимальным. О других способах решения таких уравнений неравенств мы с вами поговорим в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!